В столице продолжается эпопея вокруг строительства жилого комплекса в одном из спальных районов. Уже несколько раз активисты устраивали там так называемые акции протеста. По традиции, каждая из них заканчивалась побоищем с охраной и полицией. В то же время застройщик уверяет, что работы ведутся законно. Так ли это, разбирались мои коллеги. Вместо строительства домов, разрушенный забор и сломанная техника. Подобные акции протеста у строительства жилого комплекса «Патриотика» на Озерах стали традицией. Псевдоактивисты требуют остановить строительство. По их мнению, она незаконна. Но компания застройщик уверяет, есть все необходимые документы. Земельная территория, на которой действуются строительные работы, находится в оренде замовника строительства. Это дозвол, выдающий Государственной архитектурной инспекцией Украины. Данные дозволы есть членными, они размещены на сайте ДАБ. Никаких решений, в том числе судовых решений, про их скасование не имеет. Каждый может ознакомиться с этими дозволами, зашевши на сайт ДАБ. Закон настройки подтвердили в Киевской городадминистрации. По словам мэра Виталия Кличко, работы на Сокарках проводятся согласно Генплана Киева. Но так называемые активисты требуют создать на территории будущего комплекса «Экопарк». По их мнению, застройщик нарушает природоохранные нормы, но столичные экологи иного мнения. Застройщик добровольно взял на себя социальные зеленые обязательства. Им представлен план по благоустройству данного водного объекта. Озеро станет для микрорайона природным социальным центром. Экопарк, который требует создать активисты, можно разместить рядом с жилым массивом. Никто не перешкоджает, насправді, облаштовувати там экопарк, зоны для відпочинку. Там достатньо территорий, поряд з земельними ділянками. Напевно, мають власний интерес. Свої интересы активисты отстаивают по-своему. Часто доходить до насилия и рейдерства. Последние стычки с полицией и охраной строки произошли 22 сентября. В полиции по этому факту открыли уголовное дело. Мы не знаем, строятся ли эти дома, и мы потеряли деньги, потому что мы инвестировали. Заложники этой ситуации – инвесторы. В строительство комплекса вложили деньги уже около 400 человек. Денис – один из них. Но из-за действий активистов начало строительных работ откладывают. Активисты не переходят в конструктив для того, чтобы сказать, чего они конкретно хотят. Они просто не хотят, чтобы там была застройка. А что же делать с людьми, которые инвестировали в эти квартиры? Там есть социальные проекты – это школы, детские сады, спортивные площадки. Компания «Застройщик» также намерена облагородить территорию вокруг озера. Уже построили велосипедные дорожки, начали очистку пляжей. Андрей Кровец, Вячеслав Медведев. Подробности – телеканал «Интер». Продолжение следует...